Сделать Ульяновскую область комфортной для людей, обустроить места отдыха и создать грамотную инфраструктуру. Вопросы не новые, однако решить их в комплексе не так просто. Для начала сформировать обновленный градостроительный совет. Как отметил глава региона Алексей Русских, в совет должно войти минимум 70% архитекторов и строителей, а все проекты, касающиеся развития среды проживания, должны проходить оценку специалистов. Одним из приоритетных вопросов и задачи городсовета должна стать годостроительная документация города Ульяновска и других муниципальных образований. После того, как мы настроим работу совета и приведем в порядок годостроительную документацию, необходимо приступить к конкретным проектам, которые так волнуют жителей региона. Помогать совету будет архитектор и член экспертного совета по формированию комфортной городской среды федерального Минстроя Евгения Муринец. Она станет помощником губернатора на общественных началах. Специалист предложила разделить городсовет на профильные комитеты архитектуры, благоустройства и сохранения объектов культурного наследия. Такие комиссии, я считаю, что мое персональное мнение, что они могут действовать эффективно, что городсовет действительно может собираться раз в три месяца, а может быть и чаще, если будет соответствующая повестка. Ну вот предлагаю с данным предложением согласиться и, в общем-то, начать работу. Также обсуждали идею разработать мастер-план. Это стратегия пространственного развития города. А на каждом этапе подготовки мастер-плана идет обсуждение с профсообществом и жителями. То нужно формировать действительно комплексный подход в самом глубоком смысле этого слова. То есть мы же понимаем сейчас, насколько различные отрасли экономики влияют на город. То есть мы понимаем, что развитие тех или иных зон, промышленных или жилых зон, влияет в целом на весь город. И нужно рассчитывать и транспорт, и социалку, и инженерку. Следующий вопрос в повестке – благоустройство набережных Волги и Свияги. Архитекторы отметили, необходимо провести инвентаризацию уже внесенных изменений в генплан города по прибрежным территориям. А проекты инвесторов и застройщиков обсуждать с экспертным советом. Почетный архитектор России Вячеслав Некрасов предложил вдохнуть вторую жизнь в заброшенный парк Приморский. Если вы посмотрите в телефоны свои сверху, вы увидите там эти еще дорожки. Их видно, когда посмотрите на генплан. Там были точно такие же оградки, такие же фонари, такие же лавочки, такие же клумбы. На данный момент, как отметили в администрации города, в бюджете на ближайшие три года на разработку генплана заложено 34 миллионов рублей. Идет подготовка технического задания.